всем привет дорогие друзья сегодня у нас как всегда влог майский влог и должен был начинаться он по идее на даче но у нас начался сейчас сильнейший дождь мы посмотрим возможно он пройдет и мы все-таки до дачи доедем и это знаете именно это именно вот тот момент когда хорошо когда дача вот она близко то есть захотел ты дома находишься захотел ты на дальше находишься то есть как бы вот 10 минут и ты либо там либо здесь то есть это очень очень большой плюс и и вообще нужно стараться в жизни искать как можно больше плюсов я сейчас посмотрела передачу мир наизнанку я на самом деле была в шоке но я частенько смотрю эту передачу а сегодня про китай рассказывали про гонконг и про жилье бедных китайцев показали ну вот кто смотрел поделитесь своими впечатлениями но я на самом деле была в шоке то есть нас очень часто люди жалуются что там что-то не устраивает либо еще что-то но здесь показали допустим квартира 40 метров и в ней 20 таких гробиков то есть разделена квартира на два уровня и у каждого по такому вот но жилье где-то в два метра то есть в нем можно только собственно говоря либо спать либо сидеть все них она представляете себе там 2 мин и не знаю сколько там но два может быть три метра максимально да там помещается только собственно говоря кровать минимум вещей какие-то там самые такие необходимые я имею ввиду из одежды там у кого-то по маленькому телевизору это для них это дорого платить вот вот за вот эту конуру в два или в три метра они платят двести тридцать три доллара вы представляете 233 доллара вот за вот эту вот конуру и когда мы многие возмущаемся что там у нас дорогие коммунальные платежи все остальное то есть но понятно что у них там зарплата другие ну то есть допустим если они получают тысячу там долларов пособия либо еще что-то вот как бы вот и если заработок тысячи долларов то максимум что могут себе позволить это вот это вот два метра гробик два метра в общем самый ведущий его дмитрий да помог дмитрия в общем он сам был в шоке вот от вот этих условий и как бы но то есть это понятно что перспектив у людей в этом жилье нет в основном там живут пенсионеры либо люди которые в общем не могут устроиться в жизни не смогли устроиться в жизни иногда студенты которые не могут не могут себе позволить более хорошее жилье то есть однокомнатная вот в гонконге квартира без кухни то есть там студия какая-то микроскопическая стоит аренда 500 долларов 500 долларов то есть ты как меня он должен полторы тысячи долларов зарабатывать в общем я нахожусь честно со смешанными чувствами то есть я не представляю вот допустим если там карантин как у нас бы начался да и когда человеку нельзя выходить из дома но это такие вот ночлежки ночлежки то есть это там где люди но могут допустим переночевать да но основное свое время они проводят где-то в другом месте а здесь получается что люди проводят много времени там мужчины брали интервью он там шесть лет но понятно что это люди с неудавшейся стану судьбой которые там не добились ничего в жизни да но и поэтому так вот им приходится доживать таких условиях но тем не менее вот то есть как бы у нас то все таки хотя бы еще хоть однокомнатные но квартиры пусть там я не знаю какие-то домишки маленькие где-то да но домишки там а тут два метра метра боже мой надеюсь что мы никогда к этому не придет не знаю не знаю у меня это это на самом деле нервный смех потому что потому что вот я понимаю что просто нужно жить и радоваться довольствоваться вот тем что есть и благодарить за эту судьбу бога и говорить господи большое большое спасибо все ливану дождь сильнейший не зря люди бежали моментально вот такая вот майская погода видите с дождями я не открываю окно потому что там ветер сильнейший это странно тоже смотрите какой дождь это наверное о и молния тоже причем небо вон там дальше просвечивает то есть это видимо ненадолго скорее всего вот такая вот дачка посмотрим сегодня нам удастся все-таки уехать или нет гром грянул 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 даша бегом на постель на второй этаж и она еще знаете как делает смешно она вот так вот лапой вот берет подбирает плед и старается еще залезть под него вот жалко качество момент не попала знаете как прячется есть такие умные животные которые вот так вот таким вот образом видите прячутся спасаются это всего лишь гром дашь она после дачи после того как оставалась там одна очень боится грозу видимо она там попала в грозу к оксану жду все-таки за мной приедет поедем на дачу с ней решила выбрать в васильке какие-то туники себе для для дачи для дачи ну там может быть маме или оксане что-то подойдет из одежды и постельное белье на даче тоже нужно давно обновить соответственно хочу сейчас тоже заказать постельное посмотрим потом через сколько придет посылочка пока я очень довольна вот этим вот костюмом вот хочу еще оксане заказать и маме заказать что-то нечто подобное чтобы они тоже ходили что для дачи это прямо вообще самое то удобно сейчас на улице 20 градусов я оделась для во первых ты выглядишь прилично во вторых ну то есть как бы тебе удобно в этом во во всем в общем самое оно жаль что нету для вани хотела какой-то костюмчик посмотреть но нет его роста слушайте вот за что люблю весну лето за то что вот все так скоротечно быстро раз дождь прошел ливень казалось бы да прошло буквально два часа и все солнце выглянуло тепло и тем не менее еще и накрапывает мелкий дождик все приехали мы на даче сегодня у нас задача с оксан второй этаж подготовить постель всю перебрать бываем в этом васильке и сейчас закажу новое постельное белье для дачи пледы дай чтобы обновить все чтоб спать оксане тоже как блогеру предложили василек оксана тоже что-нибудь заказа поживают они я хочу сказать что очень даже хорошо вот этот прям прижился листики поднял смотрите какого пролила капитально но мы сейчас будем вот ждем чтоб чуть-чуть потеплее стало дожди прошли и дальше основную массу мама очень много заготовок так клубника клубника вижу отсюда что тоже у нее листья все кверху цветочки кверху написали мне что нельзя было общем ее сюда сажать знаете я проведу эксперимент мы вот эту вот в землю посадили клубни куда но уже выкапывать ее отсюда не очень хочется хотя может быть час этот кустик я наверно выкопаю и попробую вот сюда вот в клумбу посадить вверх и тогда у нее может быть вот эти вот ягодки будут вниз уходить но чувствует она себя хочу сказать что очень даже неплохо здесь смотрите у нее все кверху поднялось надеюсь что не пропадет особенно полив полив у нее капитальный ну и на княжика сейчас конечно же пойдем посмотрим что там с княжика у нас вот здесь тоже море цветов посажено они все будут друг за другом расцветать просыпаться поводу травы сейчас я сделаю но сейчас бессмысленно делать эту смесь потому что дождь идет и дождь все это смоет нужно чтобы солнечная погода была его я в прошлый раз стала рассказывать и не досказала как всегда потому что пошел дождь и толку уже никакого так что у нас здесь что у нас здесь здесь вот он княжик не знаю как он себя чувствует что-то цветочки у него поникли но надеюсь что выживет и вот нас наших с ваней тоже два маленьких но тоже вроде бы пока растут него то чего не вырвите здесь траву но то уже с соседнего участка вон ползет а вот здесь в округе но зачем ее вырывать здесь поляна здесь же нет грядок вот здесь да нужно пройти сейчас ну мы собственно говоря для этого приехали пройтись убрать лишнюю травку в общем везде все ободрать где получится а вот это мне пишут есть ураган для травы что можно обработать вот этим ураганом мне не хочется химию использовать вот этот вот рецепт с уксусом я посмотрела говорят что очень хорошо помогает если не поможет тогда уже будем прибегать к помощи урагана ну вот еще раз говорю что нужно чтобы прошли дожди вот поливаешь вот этой вот смесью уксуса мыльный вот этот раствор соль и вода и трава засыхает и трава засыхает сюда приходишь знаете как это полной грудью подышать да оксан когда из-за угла никто не выглянет не скажет где ваша маска где раз пропуск и он продолжается и мы никак не можем и все ужесточается и выключить да хочется как бы выключить все люди он пишет у всех и путевки ранее бронирование все мечтали поехать отдыхать да я говорю ждали все зимой лето отпуска моря теперь зимы будем ждать чтобы карантин отменили я надеюсь что осенью все-таки может быть получится куда-то съездить мне кажется таких желающих все забьют на школу на все на свете на школу ты не забьешь потому что дети уже некоторые плачут настолько дома что я пойду в школу с удовольствием только меня отправьте в эту школу не хочу я дома больше заниматься потому что это не занятия а издевательственным детьми просто читала приехать на дачу и сварить себе кофе в общем справились сейчас мы с газом зажгли га ну потому что этот баллон уже давно стоял заправили его в общем сейчас достаю вот такой вот кофе купила не знаю вкусный не вкусный французский молодость с оксана попробуем здесь у нас есть на даче турочка сейчас приготовим на газу кофеёк тут еще очень зависит кстати от турки чтобы турка была правильная там целая наука наука вот это вот барристика а кофе ты в курсе но ты но ты кстати не очень большой любитель кофе да нет почему если вкусный кофе мы в грузии когда отдыхали нам всегда мы идем кофе будете в грузии откуда кофе ну привозной у них кофе там на третьем этаже живем лишь он сразу не можем подняться сил то нет естественно сразу там беседки тоже на улице ну так приятно когда на улице тепло что отведаем что у нас получилось с оксан эти самое вкусное это кофе с бананом не буду я красить оксану если покрасить что-то не так то потом не оберешься темные волосы их испортить невозможно так пробую я ну тебя кофе подожди еще не вкусила так еще молочка не хватает а я никогда не пью кофе с молоком поэтому мне под тпение птичек мне говорят пейте кофе с утра и аппетит это бьете в общем ну и кто предлагает свою помощь разные диеты все такое хочу сказать по этому поводу что разумеется я знакома со всеми диетами со всеми ну вот все что есть разумеется есть интернет и вы все можете прочитать послушать разных диетологов и все и и все такое но каждый выбирает для себя то что может сделать он ясное дело что это распущенность том числе да то есть как бы ты ешь все не разбирая в любое время поэтому мы справимся мы справимся без помощи спасибо большое за советы но здесь мне кажется совет один есть меньше небольшими порциями часто и не есть на ночь все согласно оксана сергей да как бы поэтому здесь какие бы вы там диеты себе не придумывали самое основное это ограничение дефицита калорий все а здесь вот видите постоянно почему-то нет особенно когда дома сидишь вот если ты сидишь дома и ничем не занимаешься 20 раз ходишь к холодильнику какую-нибудь печенюшку какую-нибудь плюшку что-нибудь такое вот калорийное приготовишь еще что то поэтому поэтому конечно же все в наших руках что мой фронт работы кофе попили со свежими силами ну что у нас происходит с домом она с обшивкой дома да то есть она вся в грязи запомните ее сейчас такой так а где у нас ленок труженик наш не нашла белизну вот это вот зелень в принципе вот этим вот типом отмывается у нас там не столько сиф еще что то есть очень смотрите я покажу что знаете как один что-то приносит до 2 кто-то что-то берет и кладет в другое место 2 что-то берем найти все это на даче нереально но в итоге осенью все равно все находится как можно было засрать почему сколько дней два дня я хочу сказать мы же на зиму здесь же не живем зимой ну да не мы все заносим конечно что вы здесь видите на участке в беседке соответственно все это всю зиму стоит все это пылиться соответственно дома сколько два дня пыль не уберите да там бутыли а посуды здесь я уже вам рассказывала мы привозим сюда столько посуды чтобы потом ее вымывать очень и очень долго получается лена вообще любит одноразово вся в пыли поэтому я люблю да одноразовую взял выбросил нет когда дома в условиях того что у тебя есть вода то ты разумеется же пользуешься обычной посудой лена посадила аленький цветочек сейчас его сорвешь и тут же чудище лесу ну я куплю еще один заедем туда куплю еще один горшок окей поэкспериментировать вот такая лучший из них приживется в горшке который посмотрим ладно убираемся сейчас дядя юра приедет турчик приехал к нам так алена все продолжает смотрите отадись чуть-чуть я покажу как следует как вы думаете есть разница конечно есть шикарно нужно слышь по всему дому нет но это частично сейчас так потом так конечно лицо наше можно сказать лена потом туда полезем слышь наверх ну вот так вот таким образом получилось не то я сейчас чтобы для сравнения вот здесь тоже самое помыла а здесь кто писал покрасить крыльцо крыльцо на не красить а менять нанимать работников сейчас это сложно как вы понимаете да потому что все на карантине находится и самое главное не работают строительные рынки и строительные магазины вот ну а вот эта часть дома это что-то чем-то вот ну то есть для сравнения вы можете посмотреть да то есть как бы это тоже все нужно оттирать ну все постепенно сегодня туча я сделала завтра на 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 это перекинуть так вот таким вот образом оксан там все ходит воюет с менеджерами с нашими под по идиотски сейчас до вступают новые правила торговли сигаретами табаком и да агентом долине форме все и все остальное постоянно нужно спрашивать до спрашивать строго ну что налила себе водички немножко и но надо в дом наверное еще раковину купить никуда домик маленький иду сейчас на второй этаж убираться оксана 6 там с книгами соседям там кальянку я идем с вами на второй этаж на второй этаж идем иду бесов читала я раньше вообще даже знаешь запоем читала это сейчас это сейчас тоже читаю вот мы замятина сейчас прочитала мне советовали кто посоветовал спасибо она конечно сложная для восприятия но тем не менее суши может выбросим половину во первых они уже все у нас прочитаны что пусть еще лежат но зачем ты мне рейд куда ты мне его отдаешь здесь сейчас темновато в общем второй этаж что у нас представляет из себя второй этаж и такая вот это большое спальное место для небольшая комната но очень здесь от печки как видите идет труба поэтому здесь очень тепло сюда вверх поднимается все тепло у меня мы раньше с оксаной увлекались до до было но надо повторить сделать но я эти не очень честно говоря люблю но пинаколада утра даже сколько мы ездили все включено единственно что у мексики пила мохито мохито там чудес не мохито мне кстати тоже а помнишь мы где я пила мохито тоже где-то в крыму очень вкусно и делали а где-то был вкус ну вот в общем в этой комнате как вы понимаете древний телевизор древние тумбы вот эти вот секретарь италия даже даже не девяносто шестидесятые наверное так думаю тумбочки но здесь за счет за счет дерева здесь очень хорошо так сегодня я заказывала василек и в общем заказала сюда плед заказала сюда постельное белье заказала сюда тоже постельное белье ну и как вы понимаете силы у нас неравные то есть как бы есть одна вот такая двухспальная кровать да и и вот такая вот маленькая вот поэтому вот сюда вот тоже нужно что-то придумать очок сам в пакетах стоит ты еще опять сюда привезла что-то хлам какой-то это мамина шуба норковая и дубленка она сказала что тетя валя скорачивала сказала что ей на улице сидеть в общем когда мы поедем в каком когда откроет границу через 10 лет когда вы поедете мама отвезет да вот норковая шуба которую съели уже съела мольда не ну надо сидеть когда холодно я согласна в общем вот здесь вот помещается двухспальный этот матрас надувной и когда мы собираемся здесь большой компании то вот надувной матрас вот здесь вот расстилаем стул ну сейчас кстати я и хочу его передвинуть до юра с оксаной раньше на нем спали а вот здесь вот здесь все что не нужно все что я вам показывала обычно там найти на выброс идет вот все идет сюда вот все вот эти вот шкафы они все забиты вот этой вот ерундистика и которую нужно куда-то деть которая дома не помещается и это все сюда складируется на даче следующий визит на дачу привезу мне 5 джинсовых платьев мама сказала не выкидывать но они конечно но нет они хорошие платья они они не протертые ничего мама сказала не выкидывать я буду носить на даче мам будет на даче это интересно может быть и я буду носить на даче так ладно я пошла протирать все здесь комната готова у нас для проживания все сделали здесь собственно говоря быстро здесь еще протирать все убрано так что там уже юра у нас жарит шашлычок сейчас вам покажу смотрите весь в делах весь в работе уже шашлык там нанизал сейчас пойдем пробовать но вот такая вот вода вроде бы убирать ничего не надо вода такая грязно грязная оксана смотрите в книгах навела идеальный порядок быстро его готовит пока мы там убирались мы не видели чем он занимается сейчас пришли раскритиковали ему его дали ему посуду он все тут надо скажу юр предупреждать да это кстати сумка холодильника из фикс прайса где йогурта сегодня опять привезла на дачу питание то теперь же по часам не по много но не знаю мясо это мясо свинина не на цене это не особо желательно максимум один кусочек а чё ты вместе с огнем жаришь нет а вон слева ну слева это просто горит нам папа предлагал бизнес организовать выгод берите дать жарьте мясо и туда и туда за дверь выходите сейчас там дорога большая горит у вас будут покупать ходить потом привыкнуть как в кафе слышь стульчики там где-нибудь напротив поставить это воплощать в жизнь тогда вы у нас у нас два коммерсанта понимаешь нет еще один с рупором с рупором будет ходить допустим оксана будет шашлык шашлык свежий шашлык точно там купить пласт пластмассовые столы напротив поставить там место есть подожди а здесь мотель подожди пачка часа по часовую до сдавать на час заработать как раз на баню а то все пишут чтобы баню не построить баню построить там минимально это миллион надо вложение сюда сделать чтобы баню поставить ну что дорогие друзья вот таким вот образом заканчивается наш день с ним и прямо но мы поздно приехали сегодня но оторвались по полный эфир провели и шашлыки пожарили и попели как всегда сейчас закончим как всегда наш день песней всем как всегда желаю добра удачи позитива здоровья и как всегда увидимся с вами вновь пока пока а мне кажется порою что солдаты скромалы не прошедшие полей не землю нашу полегли когда-то а превратились белых журавлей не у такой страны у такого народа не может быть плохого польшу все у всех будет хорошо ребят найдитесь на это и а а а а а а Их разносят по ума От хороших времен и от верных друзей От любимых и преданных женщин Ты срывался опять и куда-то летел На огонь суеты скоротечной Если нас окружают времен холода Как спастись, отдохнуть и загреться Но от всякой беды выручают слова Те, что сказаны другом от сердца